Приветствую вас, дорогие мои, вы на канале Жанны Фетисовой. Сегодня мы с вами делаем вот такой интересный макияж. Он довольно яркий, по крайней мере, для меня. И будем вместе подбирать подтон этого макияжа, а он довольно сложный, цвет помады. Ну, а в процессе нанесения макияжа я решила поднять немаловажную тему о личном мнении и когда уместно его высказывать. Для того, чтобы оттенки передавались более натурально, я саму нанесение макияжа буду выполнять именно при дневном свете. И поехали! Делаем макияж средствами моего проекта «Использовать по максимуму» и косметичка месяцев, которую вы выбрали тени. Перед тем, как нанести макияж, я всегда снимаю излишки ухода и перенаношу специальные кремы, которые у меня не скатываются под макияжем. Сегодняшний день не исключение. Делаю я это ватными дисками и любыми абсолютно тониками увлажняющими. В данном случае это тоник от Топлан с рисовым уксусом. Мне он подходит, кожу не стягивает, очищает прекрасно. Не все средства предназначены для носки макияжа поверх них, поэтому я убираю их. Стараюсь, естественно, все использовать по максимуму. Открытые уже баночки. Сейчас буду наносить в кафе красоты сыворотку и крем с гиалуроновым пикногенолом от Дермаэ под глаза. А затем буду наносить вот такой дневной крем. Для кого-то может быть много. А для меня это абсолютно нормально. Может быть, даже еще в течение дня придется увлажнить лицо дополнительно, либо спреем, либо каким-то кремом, потому что у меня склонная к сухости кожи. Ультра Рич Ультра Лайт от Revival Labs. Я показывала вам не раз эти кремы. Мне очень они нравятся. Обратите, кстати, на них внимание, у кого сохнет кожа под макияжем. Все средства я показывала близко, но в другом видео, в этих видео, я не показываю каждую баночку. Просто потому что не хочется повторяться. Кому интересно, посмотрите, пожалуйста. Я оставлю ссылочку вот здесь. Кто хочет действительно, может быть, приобрести такие же или просто узнать полное название средства. Сыворотка эта, кстати, от кафе красоты очень хорошо впитывается. Ну, то есть, довольно быстро. Мне не приходится прям два часа ждать, прежде чем нанести макияж. Вот так я наношу, прям таким плотным довольно слоем. И она как-то так неплохо уходит. Она тоже с гиалуроновой кислотой. В этом году в тренде опять фиолетовый. Теперь он уже прям ультрамариновый какой-то фиолетовый. В чем я чувствую себя хорошо и гармонично вот в таком фиолетовом оттенке. И не более того. Так похлопывающими движениями я помогу этой сыворотке быстрее впитаться. И тема, выбранная мною, она, в общем, не случайна. Дело все в том, что мы столкнулись с такой ситуацией в классе ребенка среднего, моего мужа. Ему 11 лет. Есть один мальчик у них в классе, который не может вести себя спокойно. То есть, возможно, у него какие-то психические отклонения, но никто этим не занимается. В общем, он кричит. Под глаза теперь крем. Он кричит, он матерится, он делает это прямо на уроках. И ни один учитель не может с ним справиться. И как-то они так, видимо, уже опустили руки. И буквально он орет, бегает, дерется прямо во время урока. Девочка, которая сидит с ним за партой, взяла телефон и засняла весь этот кошмар. И то, как педагог вообще никак не реагирует и не останавливает, и не предпринимает ничего. И этот ребенок, в общем, бегает, орет, матерится, дерется. И она выложила это видео в интернет. Сейчас по логике, что должно случиться далее? Ну что, вот как вы думаете? Школа начала решать вопрос этого мальчика. Учителя побежали, приняли решение, вызвали родителей. Нет. Школа возмутилась. Директор школы, завучи, они были очень возмущены тем, что она раскрыла секреты. Что вот такое происходит в школе. Вызывали, не родители этого мальчика, на него уже махнули рукой. Вызывали ее родителей и ругали ее за то, что она вот так себя повела. Что она открыла секреты школы, и они возмущались. И сказали, что тут ей уже не учиться. Что, в общем, предложили уйти. И эта семья согласилась, поняла, что, в общем, они каким-то образом оскорбили, обидели, разозлили этих людей. И сейчас, представляете, им приходится уходить. Не то, чтобы я возмущена, вообще ко всему спокойно отношусь. Для меня это даже, к сожалению, ожидаемо. То есть, в основном с такими детьми уже не связываются. Их просто терпят. И терпят до последнего. Потому что есть закон, по которому они не имеют права сказать маме, у вас больной ребенок, проверьте его. То есть, как бы она может якобы подать на них в суд за то, что вот они вот таким вот образом оскорбили личность и так далее. То есть, сейчас все сходят с ума по поводу судов и боятся высказать свое мнение. Жалко, конечно, что школа оказалась вот такого уровня, что они обижаются не на то, на что нужно обижаться, да, и не делают того, что необходимо. Но, то есть, они расписались в собственном, фактически, в собственном бессилии. И теперь мы знаем уровень этой школы. Я не буду называть ни номера школ, ни фамилии, ничего. Ребята, это абсолютно все конфиденциально. И не, в общем-то, не для того я вам рассказываю, а для того, чтобы вы просто понимали, что иногда высказывание своему мнению, особенно детьми, взрослым, бывает очень опасно. То есть, не всегда можно вот такое сделать безнаказанно. Очень часто люди очень сильно обижаются, и до такой степени, что вам же хуже. Теперь, что делать? Совсем молчать? Нет. Когда у нас была такая ситуация в школе, я вызывала, буквально шла к директору, писала заявление, писала до тех пор, пока не вызвали в итоге детского специалиста из полиции и говорить с этим человеком, с этим мальчиком, который точно так же себя вел. И да, таки он присмирел чуть-чуть, ну, по крайней мере, чуть-чуть. Ну, а потом мы уже ушли из этой школы, я вам рассказывала, да, в одном из своих видео. То есть, на мой взгляд, вот такой вариант все-таки официального решения проблемы, он подходит больше. Консилером моим любимым от Skin Food, такой он жирненький, цвет у него правильный, лососевый. Ну, в общем, буду корректировать вот такие вот потемнения под глазами. У меня видны сосудики, у меня не синяки, не темнота, а вот прям сосуды видны. Я такая немножко прозрачная, как рыбка. Все время пользуюсь от Эльф. Здесь пудра, видите, я все время пользуюсь, потому что шикарное зеркало. Вот в этих упаковках стоит 3 копейки, на iHerb я покупаю. А удобно, и вы знаете, я вижу, что многие девочки в своих видео тоже вот этой самой баночкой, коробкой, пользуются упаковкой, господи, зеркалом. Есть у меня определенное убеждение по поводу того, когда стоит высказывать свое мнение и стоит ли вообще. Приведу пример. От целесообразности высказывания своего мнения в определенной стране в определенный период. Вот. Например, родители моего мужа были довольно известными геологами, химиками, которые открыли очень много месторождений, в том числе золотых, для России, для Украины, ну, которая в то время входила в состав России. Это тоже не тема для полемики. Пожалуйста, не пишите те, кто согласен, там, не согласен. Я вообще сейчас не об этом. И вот они действительно были очень скромными людьми. Буду корректором покраснения убирать вот здесь. В 60-х, 50-х, вот в этих вот годах они работали. И тогда, в эти годы, как-то не очень принято было поощрять людей, которые что-то открыли, как вы знаете, да, что-то сделали такое полезное для страны. И все были счастливы, ну, должны были быть счастливы, что они живут в советской стране. И, естественно, их никто ничем не награждал. Но, в общем-то, им было и некогда. И они были счастливы действительно тем, что они небесполезные и успешные в своей профессии люди. И папа еще вел кафедру в Львовском университете. И у него были, естественно, свои почитатели, ученики. И он был такой довольно известный человек во Львове. И мама, значит, соответственно, с ним работала. И мой муж все время был тоже летом в партиях, будучи мальчиком, подростком. Все время помогал родителям. Поэтому у него химия, физика, математика, все вместе. То есть биология, вот эти все предметы он знает на высшем уровне. И поэтому я иногда говорю, что если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Я спрошу его, какие темы интересны. Давайте я к вам чуть-чуть поближе. Вот так, немножко краснота, по-моему, ушла, да? Кушин свой самодельный показывал вам, как я его делала. И когда уже папа не стало, мама осталась одна. Все их работы были в абсолютно открытом доступе. В профессиональной библиотеке, геологическом отделе во Львове. И вообще, я так думаю, что и в целом в Украине, наверное, они были продублированы. Все их находки. Ну и, в общем, страной уже давным-давно это месторождение продано. И сейчас, по-моему, кто там турки или кто-то, в общем, кто-то другой владеет ими. И нашелся один человек. И даже не буду сейчас национальность называть, не фамилию, естественно, это опять же не нужно. Просто нашелся вот такой хитрый человек, который присвоил себе это все, все эти открытия. Просто вынес из библиотеки все их работы, рисунки папы, которые в оригинале, естественно, лежат у них дома во Львове. Остались все рукописные тогда были, как вы понимаете. Потом все это перепечатывалось на машинке, ну и так далее. И он все это сформировал в свою собственную книгу, которую, значит, назвал, естественно, там своим именем. И очень долго был популярен в своей стране тем, что он вот открыл, ну и, в общем, весь мир теперь думает, что это он открыл. Хотя, если посчитать по возрасту, когда открылись эти месторождения, ему было два годика. Представляете? Два года человеку. И он открыл месторождение мирового значения. И теперь вот мое мнение, да. Стоит ли нам сейчас поднимать вопрос, судиться, высказывать свое мнение, идти на передачу, к примеру, к Малахову и заявлять о том, что у нас есть доказательства того, что на самом деле это не он открыл. Вообще, стоит ли, зная, что вот такая вот ситуация в Украине, и что там не то, что все равно всем, кто открыл, а вообще всем все равно. Люди просто сейчас хотят выжить. Просто ранее сами вы понимаете, что творится. И вот нужно ли нам сейчас лезть во все в это, высказывать гордо свое мнение, что да, это вот наша семья, это на самом деле вот они. Я считаю вообще бессмысленно и даже глупо сейчас этим заниматься. Хотя все доказательства есть. Это мое мнение. Мое мнение такое. Я придерживаюсь мнения, что не стоит скандалить, ходить с плакатами, обращаться в какие-то суды, если вообще это не принесет никакой глобальной справедливости. То есть от этого ничего не изменится. Одно дело вы, допустим, за ребенка какого-то ратуете, чтобы, к примеру, ему оказали помощь, от которой зависит его жизнь. Тогда да, тогда, наверное, действительно стоит ходить и с плакатами, и биться во все стены головой, и доказывать, и в кровь разбивать кулаки. Но вот по таким поводам я считаю, не стоит создавать телепередачу и брызгать слюной по поводу того, что вот такая несправедливость. Консилер от Эльф я буду сверху вот так наносить, немножечко перекрывать этот корректор. Я считаю, что если человек хочет кому-то что-то доказать, пусть он доказывает своей собственной жизнью, а не телепередачами. То есть если я принципиально не хочу материться, ну вот принципиально, даже в компаниях, в которых очень сильно матерятся, ну я в такие редко попадаю, конечно, но вдруг, если так случается, какие-то клиенты каких-то компаний, в которых я преподаю, вдруг такое случается. Иногда бывает крайне редко, когда люди на каком-то мероприятии расслабляются, я упорно, подчеркнуто, вежливо начинаю с ними говорить, и они прекращают при мне материться. Но это мое мнение. Вот оно такое. Я заматирую зону Т вот такой вот пудрой от Эльф. Она хорошо матирует, но ее совершенно не видно на лице, и опять же, очень-очень бюджетная. Мне она очень нравится. Губы немножко стянула от тонального средства. У меня вообще довольно сухие губы, поэтому я всегда использую что-то типа масел. Это скраб от Эльф. Тоже все нахер покупаю. Вообще, как вы поняли, уже много косметики я приобретаю именно на Сайзе Ахэп, потому что мне качество нравится. И как-то я прониклась идеей получать оригиналы напрямую из США. Я нормально отношусь ко всем национальностям, ко всем странам. Никакие отношения с другими странами не мешают мне совершать выгодные покупки, абсолютно. Здесь просто маслица какао есть, и сахар, который скрабируют, очень приятно. Иногда, ребята, я буду повторять какую-то информацию, потому что у меня есть новые подписчики. Кто-то смотрел одно видео, кто-то другое. Тени от Демини очень бюджетные. Цвет красивый как раз подходит для корректировки. Буду вот чуть-чуть так скулу выделять, немножечко ставить акцент. Он такой серо-коричневый. Это 714 оттенок. Многие спрашивали, где купить хороший скульптор. Я случайно купила себе такие тени, которые подошли мне в качестве скульптора. Давайте сейчас будем все это растушевывать как следует. Еще, конечно, кисточка неплохая. Это вот триумф. Кисточка, кстати, очень-очень бюджетная. Знаете, интересная такая ситуация была. Есть человек, которого я имела честь обучать ораторскому искусству. И сейчас это уже довольно известный сам оратор. Он бизнес-курсы читает. У него несколько компаний. ГСМ. Для тех, кто не знает, что это такое. Это горюче-смасочные материалы. В общем, тема такая хорошая. Тема не бедная. И человек очень такой правильный, духовный. И мама его всю жизнь проработала вообще в детском доме. И поэтому он очень ценит внимание мамы. И то, что знает, как нужно обращаться с детьми. Потому что у них все время были в гостях дети из детского дома. Губы все равно суховаты. Конечно, буду использовать вот такой вот блеск прозрачный. Вот римль. Я сегодня делаю довольно плотное покрытие. Потому что мне сейчас нужно будет уезжать на весь день. И там будем фотографироваться. Плотное покрытие. Возможно, вы его будете видеть в камере. Потому что у меня такая камера довольно хорошо передает. Все неровности, все неточности. Вот именно при близком таком рассмотрении. Буду добавлять бронзер. Вот эльф тоже. И он не против того, чтобы все знали, что он брал уроки ораторского искусства. И он периодически приглашает меня на свои мастер-классы. А он уже сейчас сам довольно известный оратор. И приглашает ораторов, очень известных по маркетингу, читать вместе с ним лекции по бизнесу, по организации собственного бизнеса и оптимизации бизнес-процессов. И что я хочу вам сказать. Была такая ситуация, когда, ну и при мне тоже эти ситуации были, когда малообразованные, но очень богатые клиенты в этом мире такое может быть, у кого есть несколько заправок, такие крупные сети, делая крупные заказы в этой компании, очень неприлично разговаривали с девочками, которые работали там менеджерами. И некоторые девочки просто плакали даже, настолько им было неприятно, и они матерились, и унижали по телефону и так далее. И что он сделал, вот тот человек, о котором я вам рассказываю, да? В очередной раз, когда вот его менеджерам, девчонкам, вот такой вот был звонок, он взял трубку, попросил у этой девочки и сказал, представился, сказал, здравствуйте, я такой-то, такой-то, это мой бизнес, это моя компания, вы наш клиент, а вы знаете, я бы хотел вас попросить, не звоните нам больше. И тот человек в шоке, который матерился, говорит, в каком смысле? Он говорит, ну вы знаете, вот просто не надо нам больше звонить, никогда. Представляете себе шок того человека, который просто был абсолютно уверен, что он король, что он может делать всё, что угодно, если у него есть деньги, что он крупный заказчик, и что он, в общем, за счёт него бизнес процветает, то у всех остальных, и он вот такой молодец, он может делать всё, что угодно. Но ему объяснил второй, столь же небедный человек, просто духовный, хороший, добрый человек, что нам такие заказчики не нужны. Сколько бы они не приносили нам дохода, люди, которые оскорбляют и обижают наших девчонок, которые очень стараются и вежливо, и занимаются ораторским искусством, и стараются вежливо и правильно разговаривать со своими клиентами, нам такие люди не нужны. Конечно, человек был в шоке. Он повесил трубку, но он не смог больше не звонить, потому что это единственный самый крупный поставщик, который им нужен, и цены самые лучшие здесь. И поэтому он просто передал эту функцию кому-то из своих там секретарш, я не знаю, кому помощников, и в итоге от него заказы всё равно поступали. В итоге через какое-то время этот человек стал звонить сам, но совершенно другим тоном разговаривал, очень мягко, вежливо, то есть, оказывается, он умеет брать себя в руки и умеет вести себя культурно, если того требует бизнес. Ну, конечно, все порадовались и дальше продолжили с ним общаться уже в нормальном ключе. И вот в данном случае не высказать своё мнение руководителю этой компании было нельзя, и терпеть этого дальше было нельзя. Я считаю, вот этот вариант такого радикального высказывания своего мнения, он очень правильный, потому что он работал в плюс, он работал на успех и на определённую репутацию компании, которую прежде всего должен нести руководитель. Потому что если менеджер учится ораторскому искусству, а руководитель пьёт по саунам, бьёт жену и ругается матом, то это не тот имидж, который нужен компании, по моему мнению, лично как педагога. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok